Эйфория кремлевской элиты после аннексии Крыма пошла на убыль из-за нарастания проблем в экономике и сфере безопасности. Послание Владимира Путина Федеральному собранию, с которым он выступил 4 декабря, сначала показалось ретроспективой из недалекого прошлого. Выступление проходило в Георгиевском зале, том самом богато украшенном кремлевском помещении, где российский президент объявил в марте свое решение о присоединении Крыма. Тот же самый почетный караул открывал золоченые двери, когда туда входил Путин. Он не удивил никого, повторив свои заезженные лозунги о пренебрежении к Западу. Разговаривать с Россией с позицией силы бессмысленно. Добиться военного превосходства над Россией ни у кого не получится. Но была одна большая разница. Реакция. Состав аудитории был тот же. В зале сидели те же самые льстивые законодатели, технократы и пропагандисты, которые присутствовали во время пламенного выступления Путина об аннексии Крыма 18 марта. Но на сей раз Путина наградили гораздо более сдержанными аплодисментами. Не было ни одной овации со вставанием. И даже самые приятные для толпы путинские остроты вызвали не более чем смешки и слабые хлопки. Наша армия современная, боеспособная, как сейчас говорят, вежливая, но грозная. Для защиты нашей свободы у нас хватит и сил, и воли, и мужества. Причины понять нетрудно. Накануне путинского выступления на южном фланге России снова возникла проблема вооруженного сепаратизма, которая является гораздо более актуальной и неотложной, чем военная угроза со стороны Украины. В среду вечером группа из десяти повстанцев начала в чеченской столице Грозном мощную перестрелку с полицией, убив как минимум десятерых силовиков. После чего забаррикадировалась в местной школе и доме печати, взяв с собой запас взрывчатки. Лишь в четверг утром, за пару часов до выступления Путина, Национальный антитеррористический комитет объявил о ликвидации всех борцов за независимость Чечни. «Уличные бои в Грозном» – так на эти события отозвался бывший министр иностранных дел Швеции и резкий критик Кремля Карл Бильд. «У Москвы есть более насущные задачи, чем дестабилизация Украины», – написал он в своем твиттере. Но больше всего людей в Москве встревожили новости не из Грозного, а те, о которых постоянно сообщает телевидение. В опасности оказались банковские вклады и отпускные планы миллионов простых россиян. После аннексии Путиным Крыма национальная валюта рубль потеряла около 40% своей стоимости по отношению к доллару. А поэтому многим россиянам стали не по карману зарубежные поездки. «Я собиралась съехать на новогодние праздники в Европу, но сейчас уже подумаю, что, скорее всего, не смогу себе это позволить, потому что достаточно большой был скачок, поэтому вот так». Также не по карману многим оказались западные товары, которые они так любят. Например, Apple подняла цены на свои айфоны на 25%, чтобы компенсировать потери от падения рубля. То же самое сделали магазины IKEA с ценами на мебель, продаваемую в России. Но попытки Путина обратиться к этим вопросам не уменьшили напряжение на лицах слушателей. Так он предположил, что рекордно низкий курс рубля – результат действий таинственных валютных спекулянтов, а не того, о чем знают все – западных санкций, введенных США и ЕС после аннексии Крыма и военной раскачки Донбасса, помноженных на длящиеся пять месяцев снижения цен на нефть, которая является главной статьей российского экспорта. Чтобы остановить экономический спад, Путин приказал российскому Центральному банку и прочим контролирующим органам выследить этих спекулянтов, чтобы они прекратили свои игры с рублем. Власти знают, кто эти спекулянты. И инструменты влияния на них есть. Пришло время воспользоваться этими инструментами. Услышав это заявление, известный экономист и председатель Центробанка Эльвира Набиулина опустила голову и как будто вздрогнула. Напряженно сидевший на стуле в другом конце зала министр финансов Антон Силуанов продолжал машинально кусать нижнюю губу, когда Путин излагал свою экономическую дорожную карту. Вскоре стало ясно, что никакой дорожной карты у Путина нет. Его идея о том, как справиться с изоляцией со стороны Запада и с рецессией, которая наверняка наступит в будущем году, вертелись вокруг набившего оскомину плана импортозамещения, в рамках которого Россия должна ликвидировать свою зависимость от зарубежных технологий, продовольственных и потребительских товаров, начав производить все необходимое дома. Мы также должны снять критическую зависимость от зарубежных технологий и промышленной продукции. Но в ближайшей перспективе это просто невозможно, о чем заявил видный экономист и бывший заместитель председателя российского Центробанка Сергей Алексашенко. Дело в том, что Россия никогда не производила в больших количествах технику, которая нужна ее современным предприятиям для нормального функционирования. Даже казалось, что Путин вышел на трибуну не потому, что хотел сказать что-то важное, а лишь потому, что это нужно было сделать в соответствии с Конституцией, написал Алексашенко в своем анализе путинского выступления. Поверхностный анализ ситуации отражает оторванность от жизни и другую реальность, в которой живет сегодняшний Кремль. В последние недели истеблишмент в Москве в большей мере тревожат даже не сами санкции, а отсутствие у Путина практических замыслов по решению экономических проблем России. Но еще больше раздражения вызвали архаические обоснования аннексии Крыма. По новой кремлевской вводной Крым – сакральное место русского народа, поскольку там крещение принял киевский князь Владимир. Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же, как и храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм. Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или как его называли русские летописцы, Корсуне, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь. С особым воодушевлением эту формулировку приняли представители других религиозных конфессий, в частности исповедующие ислам, которых в РФ проживает по разным оценкам от 15 до 25 миллионов. Георгиевский зал в этот раз был погружен в атмосферу уныния и полного непонимания дальнейшего курса страны. Кое-кто из ближайших соратников Путина пытался бодриться, но у них уже не было той вызывающей самоуверенности, которую они источали после аннексии Крыма. Как и ожидалось, время ослабило не только энтузиазм России, но и ауру дерзкой непобедимости президента. Субтитры создавал DimaTorzok